здравствуйте с вами снова портал реактор и комрад доктор и баклак сегодня я хочу вам представить обзор даже не мышки от целого семейства дело в том что как среди видеокарт присутствует ритейл бренды которые закупают на заводах видеокарты и присылают им свои бренды так получилось и с героиней нашего обзора мышка называется prestigio pms g1 наверняка многие кто недалек от компьютерного рынка сразу нашли в ней для себя старых знакомых оклик hunter озон смог и другие бренды в данном случае мы будем рассматривать данную фирму ну начнем с того что измерим мою руку так ладонь где-то получается где-то 16 17 сантиметров длина ширина около 9 10 длина большого пальца около 7 8 для чего это нужно ну чтобы вы представляли какой у этой мышки хват так линеечку в сторонку сначала посмотрим на саму мышку сама мышка перед вами глянцевый пластик прорезиненный бок что было в комплекте это наверное главная фишка этой мышки вернее одна из главных это две боковые до боковых держателя вы можете ставить любой из них сразу оговоримся что зависит это все от того сколько пальцев вы держите наверху мышки данные боковая ставка она для того чтоб держать сверху три пальца и одним мизинцем держать мышку вот эта хватка она самая удобная по моему мнению она не подходит тем людям которые держат мышку сбоку двумя пальцами мизинцем и безымянным пальцем сверху остается два пальца поэтому придется каким-то из пальцев во время активных боевых действий пожертвовать для того чтобы использовать колесико что мы имеем с этой стороны набор грузиков вот видите я вставил два грузика по центру чтобы не наручка не нарушать баланс мышки мне показалось она изначально очень легенькой точного веса на самом деле я вам не скажу потому что хрен где найдешь данные о весе этой мышки без грузиков с грузиками что-то вроде где около 165 грамм получается так нам теперь главное это вставить самом деле это все сложно делать с одной рукой но я попытаюсь стоять знаете этот проблематично вот наконец-то у меня это получилось все дальше поставим поставим боковую нашу любимую стоечку за счет долл щелчка и она закрыта что у нас еще было в комплекте это был набор грузиков 6 штучек вполне стандартная коробочка без опознавательных знаков идем собственно к мышке вот так вот лежит у меня на ней ладонь моя среднего так скажем размера ладонь по моему мнению данный хват идеален что хочу отметить это во первых боковые кнопки многих мышках они во первых смещены относительно центра корпуса во вторых они сделаны как бы вровень с корпусом поэтому их приходится вот так вот кликать то есть вдавливать в корпус что мне нравится в этой мышке во первых при пальцевом хвате у меня большой палец находится на идеальном расстоянии относительно этих кнопок и относительно центра мыши эти кнопки сделаны так скажем форме качелек потому что я могу их нажимать тупо передвигая палец вверх видите то есть даже если я во время баталии отрывая мышку от ковра даже если такое случится я могу тупо нажать на какую кнопку сделать фраг я спешу не получится тут мы видим индикатор dpi в мышке всего 7 профилей можно настраивать dpi в каждом профиле здесь указаны номер порядковый номер dpi в профиле здесь указана подсветка с помощью этой подсветки вы можете разобраться какой профиль включен все они имеют цветовую индикацию вот как происходит переключение профилей и профиля dpi вот эта качелька зад вперед можно и щелкать поэтому особых проблем не возникает сверху мы видим две кнопки и странных таких лифт и моут с помощью могут мы переключаем профили с помощью лифт такая забавная штукенция первый раз выдержу таких мышках но как узнал недавно они встречаются везде на мышках где имеется сенсор овага 9 500 это так скажем настройка под коврик и настройка высота отрыва то есть на какой высоте мышка перестает видеть коврик то есть это очень удобно если вы играете на low sense если вы такой олдскульный чувак и вы можете не боясь за то что самый неподходящий момент при отрыве мышки когда вы движете героем влево вправо мышка поведется при отрыве на коврик и вы в общем потеряете контроль как это делается наживается кнопка лифт и вот таким вот круговыми движениями по коврику она настраивается вот видите диод мигает вот когда он перестанет мигать значит мышка настроена я очень на самом деле испугался когда только достав мышку из коробки понял блин нифига себе мышка то говно но ничего страшно откалибровал и она меня очень поразило своим качеством слежения за поверхностью видите у меня коврик стилсирио с 9 hd специально разрабатывался для данного типа лазеров то есть для вага adns 9 500 что мы сверху видим еще это колесико чехопозиционная пластиковая издает довольно таки ощутимый звук но он такой не раздражающий довольно приятный очень легко нажимаются боковые кнопки то есть вам не нужно делать никаких усилий в пылу баталии вы можете спокойно там переключиться на нож или там допустим на еще дополнительное оружие которое вы можете забить на эту кнопку также колесико легко очень нажимается но как видите я особо ему не пользуюсь вот в плане боковых нажатий нажимания колесико она у меня очень долго уже служит эта мышка для мышек полгода это уже срок колесико как новая не разболталась и правда из-за того что я не особо нажимаю я не смог его проверить на относительную прочность того сломается ли она или нет сам хват такая мышка пузатая грузики находится по центру то есть никакого дисбаланса то есть если вы поднимаете его середину пальцами она не норовится ехать вниз назад то есть очень сбалансированная мышка дополнительная мулечка этой мышки знаете в чем вот в этом керамические кнопки и кнопки керамические ножки сразу скажу керамика не предназначена для тряпок то есть но нет но предназначена но если вы опрятный человек и постоянно стираете коврик периодичностью три дня то она может вам и сгодится но во время баталий у вас рука конечно же потеет запястье потеет коврик замыливается и вот эти вот глянцевые керамические ножки они прилипают и вы не можете плавно сдвинуть с места мышку поэтому он ли пластик или еще другие какие-нибудь материалы я правда не знаю как она как сенсор будет работать с алюминием и стеклом в общем мне кажется керамика будет по нему очень сильно шкрябать сам сенсор расположен сбоку от мышки но относительно центра ну ближе к центру в общем быстро привыкаешь на самом деле к этому также мышки имеется световая индикация в виде фары вот задние подсветки это тоже помогает вам определить какой профиль настроен сам провод у нее что у него плетки честно скажу провод мне не очень нравится потому что он очень толстые не гибкий такой жесткая плетка и я сделал хэнд мэйд фиксацию скотчем видите что получилось но принципе мне это уже не беспокоит что мы имеем у мышки сенсора вага 9500 как я уже говорил стоковое значение максимальное это 5040 дпи она нафиг никому не нужно на самом деле я уже активно играю где-то с марта прошлого года в battlefield bad company да но довольно неплохого уровня и вы знаете мне вполне хватает 450 дпи мы не будем об этом потому что всякие игроки играют так как хотят и это моя привычка в общем то что многих не устраивает в этой мышки вот это вот главная мулечка прорезиненные бока и вот видите под кнопками такой горбик некоторые игроки с непривычки не могут дотянуться до кнопок адекватные вовремя потому что видите коврик этот горбик смешает и его приходится срезать но ведь я привык я как-то уже даже когда поднимаю мышку у меня большой палец находится на боковых кнопках вот целом вот скольжение по пластику 9 иди просто потрясаю если бы если если бы них хвостика дай мышки она бы наверно съехала с ковра и я бы и искал потом за 3 9 земель самое теперь интересно это перейти к софту вот оно окно софта да не густо три вкладки управление установки клавиш установки макросов и dpi инструменты вот видите теперь можно настроить по четыре значения на 7 профиль сразу оговоримся в мышке не возьму нет встроенной памяти она нихрена не запоминает поэтому увы и ах каждый раз придется ставить софт и настраивать его лога софт маленький не замороченный и вообще никак не на что не влияет в плане отрицательных моментов поэтому ставьте и не заморачивайтесь вот видите сколько клавиш можно забиндить то есть девять штук цветовая индикация профилей установки макрос вот честно я их не писал не пишу и считаю это читингом в игре когда можно там знаете когда фанаты а4 хвастались тем что могут рассчитать баллистику вернее отдачу после выставила и скорректировать так что можно сказать автомат стрелял постоянно одиночными без задать без отдачи получается вот чистой воды читинг ползунок можно настроить и так понимаю не синхронное перемещение по оси x y но она у меня всегда синхронная поэтому увы ах я не понимаю тех кто заморачивается с тем чтобы у него по вертикали горизонтали мышка перевести перемещалась как по кубику мне это непонятно в принципе на сегодня мне кажется все мышка мне очень нравится цена ее в рознице начинается от 1300 по моему зао клик hunter лозан смог вы в россии не найдете только за рубежом престижи у пмс g вы найдете на будет она стоит дороже за счет эксклюзивности вот видите карбоновая вставочка под карбон и красный верх играю на скилл вообще абсолютно не мешает мышка не влияет никаких зависонов никаких срывов и вообще скилл с ней просто чумовой всем спасибо с вами был комрад доктор и баклак до встречи